Привет, YouTube! В этом видео мы сделаем пики групповой этапа Чемпионата Мира, потому что все участники групповой этапа у нас известны. Прошел плей-ин, и, соответственно, после плей-ина как раз-таки можно заценить, что там вообще происходит в кристальном шаре, какие пики популярны, что там забалено и так далее, что из этого мы вообще смогли угадать. Не забывайте подписываться на канал, я буду очень благодарен, если вы это делаете, потому что огромное количество смотрят без подписок, плюс на Twitch приходите, смотрим все матчи Чемпионата Мира, которые только есть, в прямом эфире, ссылка на Twitch в описании. Так, ну что, сделаю два прогноза, один максимально строгий, и один флипну куда-нибудь, куда мне интересно будет флипнуть. Итак, максимально строгий базированный прогноз. Группа А. У нас тут чемпионы мира прошлого года, третий сит Китая, EDG. T1. Чемпионы весеннего сплита LCK, и второе место летнего сплита LCK. Fnatic. Чудо, мы прошли на чемпионат мира, чуть не вылетели, даже не отойдя в плей-офф, но в итоге они здесь. И Cloud9, чемпион летнего сплита североамериканской Лиги Легенд. Итак, если мы делаем максимально наберочку, то мы делаем примерно вот так. Fnatic у нас занимает последнее место, Cloud9 занимает третье, EDG и T1 занимают первое, второе. Кто из них какой займет, непонятно. В очной встрече все будет понятно. Но пока флипнул я скорее все-таки на то, что T1 окажется сильнее, чем EDG, но может быть и наоборот. Группа, наверное, самая близкая вообще, которая есть на этом турнире. Группа B. EDG, чемпион, LPL, чемпион сильнейшей лиги в киберспорте Лиги Легенд. На ванке, третий сит Кореи, все еще шоумейкер и конья на месте. G2, вице-чемпион LC летом и чемпион весной, летом 0.3х на панели Роук и Evil Geniuses, третий сит Северной Америки, которые прошли через плей-ин и выбили мертвых Mad Lions. Итак, EDG занимает последнее место. Далее, G2 занимает третье место. JDG занимает точно первое место. И Дамвонке, соответственно, занимает второе место. Дамвон и G2, может быть, поборются. JDG должны быть на первом месте. Я практически в этом уверен. Один из главных фаворитов чемпионата мира. В какой форме G2, в какой форме Дамвон и, непонятно, но немножечко в пользу Дамвон для меня играет то, что вроде керри джанглеры появились, всякие Белветы, Грейссы, вот это вот все. И Кэннин, просто габнит Янкоса, возможно. Группа C. Тут у нас чемпион Вьетнама, Gamma Sports. Чемпион, точнее, вице-чемпион LPL, Top Sports. Чемпион LSC, Rogue и четвертый Сид Кореи. DRX. Я думаю, что VCS занимает четвертое место. Top Sports занимает точно первое место. Эти две позиции для меня более чем стопроцентны. Но, и, соответственно, Rogue, DRX. DRX показали, как будто они вроде в неплохой форме в плейне. И Зека там что-то делал. Но мы учитываем тот фактор, что они играли против Mad Lions, которые в итоге в 0-3 уехали от RG. Они играли против Сайгон Баффало, которые проиграли этим Mad Lions. И RNG, которые оказались как-то не в самой лучшей форме, умудрившись и против DFM-карты понавыкидывать. Вот, поэтому, наверное, раздумнее будет поставить Rogue на второе, DRX на третье. Но, опять-таки, фан-бои азиатской Лиги Легенд ставят LCK, LPL на первые два места в каждой группе и кайфуют. Нам нужно хотя бы одну западную команду поставить. Я думаю, что Rogue как раз-таки имеет самые большие шансы, чтобы выйти в плей-офф среди всех западных команд. И далее группа D. Здесь мы ставим Джинджина первая, RNG на второе, Flying Oyster, 100 Thieves, одно поле ягоды. Это Джинджи, если что, чемпион Кореи, RNG третий сит Китая, ой, четвертый сит Китая, прошу прощения, 100 Thieves второе место Северной Америки и Flying Oyster, это чемпион Тайваня, где у нас раньше Flash Walls играли, PCS, вот это вот все. Здесь, я думаю, более чем все очевидно. Джинджи первое место, RNG второе, 100 Thieves, Flying Oyster там за третье, четвертое будут драться. Непонятно, кто из них будет сильнее. Flying Oyster видел только три игры, не особо впечатлений, как прям и 100 Thieves не особо впечатляет. Поэтому, что то, как говорится, что то. Чего стоит. Фиксируем этот прогноз на Верочку. Не буду предоставить другой аккаунт, сразу здесь просто покажу, как примерно я еще флипну на другом аккаунте, но на этом у меня будет мой прогноз вот этот, и потом еще флипну на другой аккаунт. Я, наверное, сделаю вот так. Я думаю, что я, мне кажется, короче, что Тиан или ЭДиДи, кто-то из них челкнет и не выйдет из группы. И вероятнее, что челкнут ЭДиДи, чем Тиан. Потому что Тиан, у них вроде все было плохо, но это была Ордент Мета, и как бы Керри не очень удобно было играть без этого с Гумаюшей. Здесь сейчас всякие engage саппорты, это как раз таки стезя Керри. Вот, Керри-то плейнеры для Зиуса есть, и вполне себе Тиан могут выйти из группы. Хотя, опять-таки, либо Тиан, либо ЭДиДи. Мне кажется, я вот прям вот почти уверен, что кто-то из них челкнет, и либо Синаль, либо Фнатик выйдут. Но вот если делать флип-прогноз, то я делаю вот так, и ставлю, что Синайн выходит со второго места. В этой группе я делаю вот так, и ставлю, что Джуту выходит у нас со второго места. И в этой группе, и в этой группе я, наверное, ничего не меняю, и таким образом, мой максимальный флип, это то, что у нас плюс две европейские команды, плюс две западные команды, вместо ИДиДжи и Дамункия. Но это прям мечты. Мечты, чтобы аж три команды западных были в плей-оффах. Но, скорее всего, будет одна, либо ноль. Это мой прогноз на, соответственно, групповой этап чемпионата мира. И давайте посмотрим статистику, что у нас там происходит вообще с нашим Кристалболом, с нашим Пикемом. Вот такую потрясающую табличку я нашел на Реддите, и здесь можно как раз-таки все чекнуть, что у нас после плей-инга. Мостпикт у нас Атрокс, Макай и Орн. Мостпикт у нас Атрокс, Макай и Сиджуани. Орн в пиве, там раз пять всего пикнули. Я причем говорил, Орн или Атрокс, выбрал Атрокса. Выбрал Орна. Атроксов у нас в итоге до хрена. Орнов ни хрена. Самая забаненная Калисто. Рядом с ней Кейтлин. И дальше идет Атрокс опять-таки и Стайлос. При этом Кейтлин немножко в плей-инга начала терять свои позиции. Посмотрим, что будет с ней в мейнстейже. Но я боюсь, что она в теории может уехать и вне тройки, потому что 0-4 у нее игры. Все остальное, либо она забанена, либо ее потом начали вообще игнорировать в драфте. Самый большой мейнрейд за пять игр. У нас пять игр или больше. Там Кенш, который играет с Татскими Варусами. Север и Амуму. Амуму вообще бешеный какой-то саппорт. Больше всего смертей Леона, Атрокс и Макай. Наутилуса где-то 45 где-то в этом районе. То есть в целом можно будет поднажать. Макай пикнут на три роли. Здесь мы хотя бы попали точно. Больше всего когда... Больше всего персонажей сыграно и так далее. В целом я думаю, что это еще поменяется. Хотя вот больше всего киллов в одной игре. Шогун, Unforgiven. Это в теории может еще и не обгонят. Два пентакилла у нас тоже было. У апсета и у Шогуна. Опять-таки, соответственно, Фнатик и DRX вышли из группы. С Фнатиком мы угадали, с DRX мы не угадали. Самое большее количество уникальных персонажей у EG. Дальше даются Гумбафла и DFM. Лаут и Мэд Лайнс. В теории EG, конечно, могут и занять первое место по итогу всего турнира на самом деле. Итого. Пентакилла. Четыре силы баронов. Самый популярный дракон Клауд. Тут мы пока прям хорошо идем. Плотненько обогнали хикстэковых в последний день. Самая длинная игра. 44 минуты 48 секунд. Лаут против DFM. Вот такая у нас статистика Пикема. Надеюсь, ваши прогнозы хоть как-то работают. Я, конечно, немножечко подвел уже. Но я и не ванга, чтобы все угадывать. Правильно? Правильно. Увидимся на Чемпионате мира. Два дня перерывчик сейчас. И, соответственно, в пятницу в 00 уже можно сказать даже в субботу мы возвращаемся с первым днем грубового этапа, где расписание просто чума. Я вам даже сейчас прям это расскажу. Может, вставлю в ролик, может, не вставлю. Но расписание... Why? Так. Расписание. Внимание. Первая неделя. Это вообще шок-контент. Чат. Клауд на Инфанатик. G2 Дамвонкия. Flying Quaster 100 Thieves. JDG. IG. T1. IG. IG. Что за расписание? Господи. Дамвон G2... О май гад. Расписание в первый день просто пушка. Приходите все. Жду. Twitch в описании. Там все смотрим. Счастья, здоровья. Бери тебя. До новых видосов. Чао-какао. О май гад. Этоワай гад. Во? О май гад. О май гад. Ум. С учет. О май гад. По деон Ban. О май гад. На май гад. Продолжение следует...